Здравствуйте! Это Вести Хакасия. С вами Елена Крылова и в этом выпуске. Режим ЧАЭС введен в Шира. Дома без отопления. В поселке настоящая зима. Сходят с орбиты. Дачный автобус завершает сезон. А люди остаются. Немцы в помощь. Светлане Коноваловой построит приют для животных. Поможет Германия. Сегодняшний вечер едва не закончился трагедией. Для пожилой женщины из Абакана 82-летняя пенсионерка решила покончить жизнь самоубийством. Все произошло в доме 156 по улице Пушкина. По словам очевидцев, женщина выбила оконное стекло в одну из комнат, в другой раскрыла окно и влезла на подоконник. К месту ЧАЭС прибыли спасатели, медики, полицейские. Между тем, спасла пожилую женщину и ее родственница, которая вовремя приехала домой. Есть версия, что у пенсионерки ухудшилось состояние психического здоровья. Это и подтолкнуло ее к суициду. Между тем, по словам врачей, сейчас женщина вне опасности. Она нуждается в постоянном присмотре со стороны родственников. Власти Шира объявили о чрезвычайном положении. Жители двух улиц поселка в прямом смысле замерзают. С начала топительного сезона тепло в домах так и не появилось. Причина практически стопроцентный износ сетей. Константин Кравцов о том, каково людям среди снега на улице и с ледяными батареями в комнатах. Нахожусь, как я говорю, не на заслуженном отдыхе, а в незаслуженном, а дом. Погода в доме пенсионерки Любови Гераськовой зависит от погоды на улице. В этом году батареи в комнатах так и не ожили. От холода бывшего учителя английского не спасает и маленькая печка. Очень холодно. У нас каменные стены, и поэтому и нагревается быстро, и остывает быстро. Я с 3 октября не знаю, что делать. Вот так вот. В холодном плену оказались жители двух улиц Шира имени Курчатова и Шевченко. Во всех бедах люди винят сельсовет и местных коммунальщиков. Как выяснилось, проблема зарыта в земле. Где-то порыв трубы. Сложившейся ситуации можно было избежать, уверены люди, проведя еще летом нужный ремонт. Они не говорят, что мы будем делать, но не говорят когда и ничего не делают. Есть вопрос. То есть замкнутый круг. Вроде бы и не отказывают нам, но в то же время ничего абсолютно не делают. Ну, сейчас уже зима, снег вот идет. Мы даже не знаем, к кому обращаться. Пойдет в ЖКХ, где деньги платят. Они говорят, мы ничего не знаем. Понимаете? Даже я позвонила, вот я же говорю, звонила Ковалеву, он говорит, все сделаем. Позвонили Гончарову, сейчас Ковалев вроде бы в отпуске. В отпуске до 6 ноября. Вот. Он говорит, даже это ваши проблемы. Центральное отопление в Ширинские двухквартирки проводилось два десятка лет назад. И за это время ни одного капремонта сетей. В первую очередь заменить нужно около 300 метров магистрали. По счастливому совпадению, именно сегодня сельские власти обнаружили необходимые для ремонта миллион 200 тысяч. Деньги выделены. Работы начнут буквально сегодня, после обеда. Будут скрывать теплотрассу, менять полностью трубопровод. А когда можно людям тепло в домах? Ну, в течение, наверное, недели этой. Ну, как, неделя-полторы. Самая большая. Ситуация в Ширак, к сожалению, довольно типичная. Проблема начинает решаться, когда доведена до крайней точки. В поселке уже во всю зима. И несмотря на обещания коммунальщиков, замерзающие люди намерены искать виновных. Они уже обратились за помощью в прокуратуру. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В Аскизском районе в реке утонула двухлетняя девочка, пока взрослые были на работе. Дети играли без присмотра на берегу. Трагедия произошла в деревне Луговая. Накануне женщина привезла двоих детей к родственникам и уехала на работу в Аскиз. Днем четверо детей, старшим из которых по пять лет, играли во дворе, дома и на улице. Через некоторое время вернулись и сказали, что не могут найти сестру. Родственники нашли девочку. Протоки реки Аскиз уже мертвой. Следователи проводят проверку. Пожарные Алтайского района опасаются, что отключение газа в пятиэтажках и массовый переход людей на электроплиты негативно скажется на пожарной безопасности. Сегодня в селе Подсиня прошел профилактический рейд. Жильцам пятиэтажек напомнили правила пользования электроприборами и на всякий случай телефоны службы спасения. Подробнее Олеся Калиниченко. В селе Подсинем пять многоэтажек. Все они с 17 октября остались без газа и теперь во всех квартирах пользуются электроплитами. Чтобы дойти до каждого и попросить людей не перегружать электропроводку, противопожарная служба Алтайского района собрала отряд из 20 человек. Юные пожарные раздавали жильцам памятки, тем самым подтверждая людские опасения, что проводка может не выдержать. Страшно, что электропроводку... Вот сегодня света тоже не было. Было включено, мы уже заболновались, что у нас что-то серьезное, но до обеда не было света, после обеда дали. Капель, что не выдержит, говорят просто. И мы еще без света будем до балок сидеть. Параллельно с противопожарной службой по квартирам ходили представители жилинспекции. Их задача была визуально проверить состояние электрощитков и зафиксировать количество электроприборов в каждой квартире. Собранная информация позволит сделать вывод, выдержат провода повышенную нагрузку или нет. По тем жилым помещениям, по которым прошли, то есть по многим помещениям, проводка не менялась, не менялась именно с учетом того, чтобы с подключением электрических плит. Оставшимся без газа рекомендуют приобретать маломощные электроплиты, но последние в основном китайского производства, что не добавляет людям уверенности в их безопасном использовании. Свет стал тусклый, не так, как обычно. И страшно, страшно включать, что боишься, вдруг где-то что-то замкнет, и ребенок приходит из школы, будет один. Страшно детей сейчас оставлять, потому что такая проводка. Хоть и говорят, делайте, но делать как, за свой счет. Каждому жителю еще раз напомнили, как вызвать спасателей или пожарных с мобильного телефона. Как выяснилось, и большинство взрослого населения, тем более пожилые, не знают, как это сделать. Олеся Калинченко, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. За прекращение уголовного дела 50 тысяч рублей. Такое предложение якобы от следователей получили уже пять жителей Саиногорска. Аферисты звонят только на стационарные телефоны, представляются следователями, и рассказывают о том, что кто-то из близких собеседника находится в тюрьме. За то, чтобы закрыть дело, просят крупные суммы. Однако пока на удочку мошенников никто не клюнул. Все, кому поступили звонки, решили сначала проверить информацию в МВД. Жители дачного района Орбита просят власти города оставить автобусный рейс. С тех пор, как в садовых товариществах стала возможна прописка, люди в этом районе проживают в течение года. А вот автобус по-прежнему курсирует лишь в дачный сезон. Рассказывает Юлия Константинова. Узнав, что собрание жителей дачного общества Кайбалы пройдет в Абакане, тема Гнускова решила сразу, она должна там быть. Чтобы поделиться, третий год вынуждена провожать и встречать со школы внучку. Вот утром, значит, идем. Холод в 40 градусов, морозы или в жару. Потом вечером детей освобождаю. Тут уже седьмой час, еще ребенка нет. И вот она в 8 часов будет туда ехать. Это мне надо встречать. А сейчас везде такая преступность, и такая вообще за детей все боимся. А у нас никто за это не отвечает. Дочь Дели Багуевой, школьница тоже, учится со второй смены, поэтому наступление зимы для женщины просто катастрофа. Я работаю с утра до вечера, я даже не предполагаю, что делать. У нас дети ходят по дамбе маленькие. Вот сколько раз мы ездили зимой, наблюдали, что по дамбе идут мальчик и девочка. А это, во-первых, и опасно. Не то, что сейчас опасно, что собаки еще. Сейчас надо и людей бояться, не только собак. Кому в больницу, кому в гости, кому просто погулять по центру Абакана. Ведь район Орбиты теперь городской район. По приблизительным подсчетам, сейчас здесь живут почти 2000 человек. 250 активистов подписали обращение с просьбой решить транспортную проблему. Живу на улице, вторая вражная. До газели я иду 25 минут. Придешь на остановку, газель идет полная, не останавливаются. Стоишь еще минут 40, а мне к 8 на работу. Как же мужу? У меня внуки приезжают, тоже учатся в техникуме. Внук приезжает. Так что, если бы все было нормально, ходил автобус, ездили бы люди. И там остановка есть, можно останавливаться. Все есть. Все для этого есть, но никто не хочет этим заняться. Возможно, потому что закон прописывать на дачах сегодня в стране принят. Неясно, кто отвечает за инфраструктуру. Фактически, создание ее – добрая воля муниципалитетов. Но будет ли она добрая для жителей Орбиты, станет известно лишь в ноябре. По закону 30 дней даются городским властям для официального ответа. Люди надеются только на положительный. Ведь можно, предлагают, продлить хотя бы на одну остановку первый автобусный маршрут. Или оставить несколько раз в день дачный. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Вершина Теои получит 250 миллионов рублей на развитие Центра спортивной подготовки. Субсидии Федеральный Центр выделяет на следующий год. Это позволит расширить возможности спортивного центра, в котором заинтересованы федералы. Ведь основной состав лыжной сборной России для Олимпиады в Сочи будет формироваться именно в Хакасии. Расписание лыжных гонок у Минспорта уже есть. 19 ноября в поселке стартует Кубок Хакасии. В нем примут участие лыжники из сборной России. К соревнованиям допускаются лишь спортсмены, одобренные Международной Лыжной Федерацией, имеющие спортивную квалификацию не ниже взрослого спортивного разряда. С 24 по 26 ноября в вершине Теои состоится континентальный Кубок Восточной Европы. И в поселок съедутся более 2000 спортсменов из 65 регионов. Также нас ждет первый этап Кубка Хакасии. Еще не закончилась первая четверта. Старшеклассники Хакасии уже сдают пробный ЕГЭ. Сегодня в республике провели тренировочный единый госэкзамен по английскому языку. Вся новизна в том, что ученикам предстоит не только решить письменный тест, но и сдать английский в устной форме. Эксперимент проводит Министерство образования России. От Хакасии участвуют 77 школьников со всей республики. Таким образом, чиновники отрабатывают технологию сдачи английского языка по-новому, где дополнительно будет оцениваться умение школьника вести диалог на иностранном языке, а также качество произношения. Сдача устной формы проводится в специально оборудованной аудитории. В этой аудитории проводят второй инструктаж, вскрываются контрольно-измерительные материалы, и ребята заполняют регистрационные бланки вторые, дополнительные. После этого расходятся на запись устной части, соответственно. В третьем кабинете, где идет запись монологической речи, ребенок, согласно варианту своему, выполняет задание. То есть он произносит свой контрольно-измерительный материал, номер, и на английском языке выполняет монологическую речь. От преподавателей, принимающих устный английский, знание языка не требуется, достаточно уметь пользоваться специальной компьютерной программой. Английский монолог ребенка записывается, автоматически кодируется и отправляется в федеральный центр тестирования для проверки. Когда нововведение будет принято на общероссийском уровне, неизвестно. В этом году старшеклассники будут сдавать ЕГЭ по-английскому только в письменной форме. У молодых мам, оказавшихся в кризисной ситуации, появилась возможность не только получить грамотный совет, но и реально изменить свою жизнь. В Хакасии открылся форум для молодых мам, которым от 14 до 30 лет. Благодаря этому социальному проекту молодые женщины могут получить консультации по воспитанию детей с семейным проблемам, поучиться на различных семинарах, тренингах и мастер-классах, и даже найти работу. Центр молодежных инициатив на грант Минобразования привлек психологов, соцработников, специалистов Центра занятости, которые готовы помочь тем, кто не отчаялся, стремится реализовать себя. Организаторы отмечают, что проект задуман прежде всего как неформальная площадка для общения между молодыми мамами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Наша задача и психологическая помощь, и финансовая помощь, потому что придут волонтерские организации, группы, которые как раз предложат мамам финансовую помощь. В самом центре Абакана произошло событие, малозаметное, а может быть даже большинством и незамеченное. На перекрестке улиц Ленина и Щетинкина у почтамта появилась скульптура собаки со щенком. И разместили ее там, где находится так называемая касса добровольных пожертвований приюту для кошек и собак. Хозяйка этого приюта, Светлана Коновалова, по-прежнему предана своему делу. Она, так сказать, правозащитник домашних, но бездомных животных. Миниатюрная скульптура собаки с бронзовым отливом под кассой для сбора помощи и для самой хозяйки этой кассы оказалась полной неожиданностью. Подарок должно быть в знак благодарности от неизвестного автора. И настолько прекрасно сделанное, это сделал какой-то очень хороший человек. В смысле, вы даже не знаете, кто? Анонимно. Светлана приглашает взглянуть, как сейчас живет приют. Здесь, по соседству с бывшим поселком Сахарный, 4 года назад ей удалось выбить у властей 5 гектаров пустыря. Светлана создавала приют, и чтобы бездомных животных было меньше, и чтобы вообще решить проблему бродячих собак. Говорит, сейчас их здесь порядка 300, но ощущение, что больше. А возможности приюта не безграничны. Но вот очередная партия подброшенных щенков. Люди добрые, некрасиво вести так. Я в том смысле, что... Ну нельзя так относиться к нам. Вы нас отюкаете этими щенками. Мы не сможем на ноги встать. Встать на ноги помогает касса для сбора помощи, что в центре Абакана и добровольцы из Германии. Даже улицы в питомнике поименованы на немецком языке. Дармс-штрассе, Верена-блюмер, Шольцель и так далее. Это улица семьи Дармс. Это люди любящие. К нам помогает женщина. Помогала. Дай бог ей здоровья. Господи, хоть бы она была жива. Она на аппаратах искусственных. И она, ей показали, и она помогла приюту хорошую сумму. В приюте строится и кошкин дом на 200 квадратных метров. Судя по всему, он будет со всеми удобствами. С отоплением и выходом на улицу в просторный вольер. А пока в существующем помещении слишком тесно всем его обитателям. Хотя и здесь имеется выход в сквер. Но в приюте живут надеждой на скорейшее новоселье. Сегодня зима, которая пока пробовала силы лишь в горных и таежных районах республики. Посетила и Абакан. Такая погода продержится еще в течение трех суток. И перепады температуры могут быть весьма существенными. От плюс до пяти днем, до минус десяти ночью. Дождь и мокрый снег могут стать причиной гололеда. С утра расчищать автотрассу пришлось только на подъезде к Сорску. Дорожная обстановка в Хакасии пока остается спокойной. Всплеск аварии сбежать удалось. Тем не менее, ГИБДД призывает водителей быть внимательны. Настя покинет Хакасию по прогнозу синоптиков в воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова